Министерство финансов, Министерство юстиции В Государственном историческом архиве работает уникальная архивная выставка, посвященная его деятельности Как так получилось, что указ об организации Министерства народного просвещения появился лишь в 1802 году? Хотя мы прекрасно помним, что еще Петр I своими активными реформами и указами в том числе положил основу в принципе российского образования На самом деле все очень просто, поскольку в 18 веке российское образование имело сословный и практически на 90% частный характер Речь не шла о тотальной централизации всех этих образовательных учреждений А 1802 год – дата начала отчета светского государственного образования, которое контролировалось административно И которое легло в основу последующих проектов всеобщего образования в Российской империи и в раннем Советском Союзе Правильно ли я понимаю, что манифест Александра I подразумевал, что теперь доступ к образованию имеет абсолютно все сословия? Или не все так просто? Нет, совершенно верно. Любой человек мог отдать своего ребенка в начальную школу Другой вопрос, что уровни разнились Понятное дело, что дворянский пенсион частный – это один уровень образования с иностранцами, учителями А располагавшееся в крепостном имении училище четырехклассное – это другой уровень Но тем не менее, да, постепенно империя осуществляла шаги ко всеобщему начальному образованию Девочек отдавали учиться или еще пока? Вот с девочками несколько сложнее, да, потому что вопрос женского образования – это исключительно для империи вопрос политический И, разумеется, все знают, что первые учебные заведения для женщин, высшие учебные заведения, были осуществлены во второй половине XIX – в начале XX века Андрей, когда мы, в принципе, говорим об истории Министерства народного просвещения Понятное дело, что император Александр I внес свой вклад в то, что это министерство появилось Но был и следующий император – Николай I И вот при нем, на самом деле, на мой почему-то взгляд, кажется, что Министерство народного просвещения приняло на себя несколько дополнительных функций, многие из которых связаны с его главой, графом Уваровым Деятельности Министерства просвещения был придан некий новый акцент И заключался он, на самом деле, в формировании имперской идеологии Потому что граф Сергей Семенович Уваров подарил империи идеологему православие, самодержавие, народность Теория официальной народности – это самое То, что это в 1872 году академик Александр Николаевич Пыпин назвал теорией официальной народности Это хорошо или плохо? Потому что все вспоминают графа Уварова и думают, что это был какой-то просто рупор государственной идеологии, пропаганды, цензуры и так далее Это ложное представление о нем, потому что на начальных этапах своей карьеры, будучи попечителем Петербургского учебного округа Граф Сергей Семенович был самый, что ни на есть, классический либерал Александровской эпохи Если мы, в принципе, продолжим тему графа Уварова, какие основные его достижения именно на посту министра просвещения? Не только формирование государственной идеологии, которая внедрялась через систему образования, а что еще было? Уваров – это человек, при котором уровень развития российских университетов достиг своего пика в 19 веке, на взгляд многих исследователей Уваров – это министр, при котором сформировалась настоящая имперская система просвещения со всеми ее вертикалями Произошла централизация, министерство было приведено в порядок со времен пущего, легкого беспорядка Александровской эпохи И, конечно, Сергей Семенович Уваров – это человек, который стремился в России поэтапно идти потихонечку ко всеобщему образованию Очень своеобразным путем, зная, что в конце концов образование неизбежно ведет к каким-то потрясениям социальным Поэтому он образование хотел наполнить имперскими смыслами, которые были актуальны в Николаевскую эпоху Субтитры создавал DimaTorzok